Жители Попова стали заложниками на своем же острове. Их отрезали от большой земли. Больше недели на остров не ходит паром. Людям приходится добираться во Владивосток сначала на барже, которая даже не предназначена для пассажироперевозок. Идет она только до бухты Боярин. Потом люди добираются кто как может. Пешком почти 20 километров по грунтовой дороге или на такси. Поездка в город обходится почти в 2000 рублей. Люди вынуждены платить такие деньги. Многие работают и учатся во Владивостоке. Самое страшное. На острове нет медиков. Вызвать врача или скорую невозможно. Неоднократно жители обращались в администрацию города, но ответа так и не получили. Чиновники говорят, что проблема решается. Остров Попова это Владивосток. Относится к Первомайскому району. А у нас в студии Ольга Сытенкова, представитель общественности острова Попова. Ольга, расскажите из первых рук об этой проблеме. Как давно не ходит паром? Что происходит? С учетом того, что остров Попова является территорией города Владивостока, ходит в территориальный муниципальный округ, но сами по себе жители предоставлены только самим себе, получается. Что их проблемы касаются только их самих. С понедельника, в понедельник утром был последний рейс, который был осуществлен с острова Попова в город Владивосток. Следующий рейс был с четверга на пятницу. И все. Обращение в административные структуры города Владивостока, непосредственно в администрацию Первомайского района, к сожалению, не дали никаких результатов. И жители вынуждены были уже обращаться в различные общественные структуры и организации, буквально с криком «СОС! Спасите! Кому еще нужно позвонить, чтобы обратили внимание на наши проблемы». И что вам говорили? Чем объяснили отсутствие транспорта? Отсутствие транспорта объясняется следующим. На остров Попова всего выделено два транспортных средства. В зимний период это Босфор Восточный, который, по-моему, в данный момент находится в ремонте, и Катамаран Москва, который, к сожалению, перевозит только пассажиров, но грузовые перевозки вы все равно не осуществите. Это тоже самая проблема для островитян. Что говорит? Транспортное управление разводит руками. Существует договор между частным владельцем этих транспортных средств, господином Корытко, и администрацией города Владивостока, что если у вас вдруг сходит какое-то транспортное средство, вы все равно должны поставить ему на замену другое. Но, к сожалению, этого не сделано. Обращение в общественные организации, к депутату, в общественную палату дали такой как бы кратковременный результат. В пятницу пообещали, что в субботу будет налажено и восстановлено паромное сообщение. Ну, в частности, должен был встать катер «Лотос». Да, «Лотос» сделал всего один рейс. И снова понедельник, воскресенье, люди без связи. Единственный способ добираться – это такая пресловутая боржа. Но боржа она берет, ну, максимум четыре машины она возьмет, и оплата на борже – это тысяча рублей в один конец. Да, какой из... Ну, как часто вы сможете позволить себе эти поездки? А поездки, они необходимы. Это здравоохранение, это образование, это учеба студентов, это рабочие места в городе Владивостоке. Надо не забывать, что рабочих мест на острове практически нет. И если у вас заболел ребенок, то ребенка на острове не обслужит никто. Педиатра нет. А ближайший педиатр, куда приписаны островитяне, это улица Бестужева. Точно так же, если у вас какие-то проблемы со здоровьем у взрослого человека, это поликлиника на Дальзаводской. На острове отсутствует полиция. То есть проблем очень много, но они практически не решаются. Что ж, будем надеяться, что в ближайшее время будут предприняты хоть какие-то меры. Спасибо, Ольга. Нет, вы знаете, я считаю, что не должны быть предприняты хоть какие-то меры. Меры должны быть предприняты кардинальные. И если у вас нет транспортных средств обеспечить вот эту вот поездку от Владивостока до Попова, ну наладьте переправу хотя бы на Русский остров. Да, там ужасная дорога. Но сделайте, отгрейдировать эту дорогу тоже возможно. И это как вариант. Я считаю, что администрация города Владивостока, она не впервые слышит об этой проблеме, по ровному сообщению. Они должны иметь какой-то запасной вариант. Их запасной вариант есть, но он почему-то не подготовлен к таким вот критическим ситуациям. Ольга, мы полностью вас поддержим на вашей стороне и будем освещать эту проблему также.